здравствуйте дорогие друзья шалом говорим сегодня мы продолжаем отвечать на ваши зимние вопросы и максим прислал нам письмо где спрашивает хотелось бы узнать как вы понимаете концепцию первородного греха до недавнего времени все с этим было ясно но недавно услышал иудейскую трактовку и теперь у меня большой вопрос по этой теме если возможно могли бы вы прокомментировать слова апостола павла в послании римлянам 5 6 7 где он как мне кажется учит о первородном грехе максим было бы конечно неплохо если бы вы прислали нам что-то из вот этой вот иудейской трактовки что вы имеете ввиду совсем непонятно и сразу скажу что мы не будем сейчас перебирать пятую шестую седьмую главу послание римлянам но примерно понятно о чем вы спрашиваете поэтому сейчас начнем начнем разбирать разбирать тему если мы не попадем своим ответом ваш вопрос пришлите нам пожалуйста свое заключение может быть уточните что вы имеете ввиду первородный грех что это вообще такое что имеется в виду термин этот собственно не библейский это такой технический термин и он был введен в обиход августином аж в конце четвертого века вот писать и насколько давно все это было с тех пор вот это понятие первородный грех то она так гуляет в проповедях в песнях стихах поэмах метафорах так далее и вот вашем вопросе теперь уже еще и в нашем ответе давайте с того что есть такого заведомо неправильного на эту тему я слышал возможно вы слышали что первородный грех это собственно секс между мужчиной и женщиной поэтому собственно грех передается вот так вот от человека к человеку лишь потому что сам по себе человек рожден в грехе потому как рожден посредством секса между мужчиной и женщиной кому-то это все покажется глупым и странным я с вами соглашусь но подобного рода мнения но базируется на неверном толковании вот такого стиха предположим вот я в беззаконе зачатый во грехе родила меня мать моя 50 псалом 7 стих я слышал пояснение отталкивающиеся от этого стиха о том что знаете секс между мужчиной и женщиной само по себе греховно и в общем раз человеку не ясно каким образом воспроизводим раз воспроизводить потомство то ладно никуда не денешься никуда не денешься чтобы как-то вот обойтись без секса приходится все-таки с этим иметь дело но нужно это делать насколько можно вообще реже даже вот люди в браке если это возможно только для продолжения рода я читал это я видел это я знаю что в средние века например на руси там секс между мужем и женой поощрялся на практике могло быть совершенно по-другому ну по крайней мере такая точка зрения бытовала что это возможно лишь для продолжения рода ограниченное количество дней в году я не согласен с этими умозаключениями и я не считаю что первородный грех это по причине секса между мужем и женой давайте вернемся вообще к истокам и так первая пара людей адам и его они имеют от бога заповеди точнее одну не брать с плода то есть запрещающую заповедь одну богем разрешил повелел ухаживать за садом разрешил повелел давать наименование растениям животными и вот одна заповедь она запрещала каким образом люди могли проявить тогда любовь к богу ну наверное как и сегодня когда мы говорим я люблю тебя господь возможно и тогда адам и его говорили мы любим тебя бог мы любим тебя бог мы любим тебя бог знаете обычно слова это вот они имеют ценности вес когда они завершают какое-то дело является завершением какого-то дела то есть подчеркнуть свою любовь к богу уважение к богу дать ему понять что его воля ценится мною больше чем любая другая чем моя собственная чем воля любых из тех кто живет в этом мире это послушаться бога в противовес всему тому что пытается нас вывести в другое решение и им нужно было не есть тогда и тем самым показать и в общем-то без слов дать понять богу что боже мы тебя любим мы тебе послушны мы тебя уважаем ты нам сказал видишь мы делаем и можно было в конце добавить мы любим тебя господь но потом мы знаем что произошло заповедь была нарушена и тем самым они показали что они хотят того чего им хотеть было нельзя они не верят богу они не поверили всевышнему скажу сказавшему о том что смертью умрете и поверили противнику наговаривающему на бога говорящему ничего будете живы и будете такими же как бог все вот это вот все знают что это вот такой вот таким вот был первый грех такое было первое греховное деяние хорошо грех когда мы посмотрим древний еврейский оригинал это слово звучит как от и что оно значит в прямом своем значении это значит промах и потом когда это все переводится на греческий язык и там слово такое а мартия то одно из влачения этого слова тоже промах представьте себе у каждого из живущих вот для каждого из живущих у бога есть цель мы иногда любим говорить есть план для тебя бога для тебя есть план какова эта цель эта цель ты родился ты взрослеешь ты живешь у тебя есть некий предел в жизни но ты можешь не закончить свою жизнь скажем так ты можешь продолжать жить вечно со всевышним если в течение той временной жизни найдешь его бог поставил нам каждому из живущих в этой жизни цель найти себя найти вот найдите меня предлагает он нам да найдете меня и мы будем с вами продолжать жить вечно и так бог это цель и все что способствует достижению этой цели вот это вот все идет к нам от него если мы живем по заповедям мы достигаем этой цели найти его и продолжим с богом в вечности если мы делаем хоть что то что мешает нам находить бога уводит нас от цели мы таким образом совершаем промах или помните промах грех да вот это совершаем грех представьте себе что можно так вот построить свою жизнь планы дня планы месяца планы года и планы в общем всей жизни что там не будет места поиску бога мы можем делать карьеру можем постигать какую-то мудрость и при этом не не курить не напиваться не убивать не воровать и не ругаться матом можно будет даже сказать какой святой человек как правильно и красиво себя ведет но если при этом человек не находит бога то все вот это его хорошее все то что он считает правильным все то по причине чего он себя считает безгрешными святым все это не позволяет ему достигнуть той цели которая есть бог это значит что вся его жизнь промах живя как бы правильно и порядочно он тем не менее по сути живет в грехе если так не понимать вопрос невозможно до конца понять почему вот в тех двух местах писания где говорится помните о брачном пире устроитель говорит соберите всех а люди отказывается так уважительно отсылает и знаешь да хотел бы прийти но занят да хотел бы прийти но женюсь поэтому может быть в другой раз или в той ситуации с ноем когда еще приводит эту историю он говорит что как и в случае с ноем когда буквально накануне потопа можно было войти в корабль корабль это было как цель но люди говорили у меня там пашня еще я там не успеваю я не могу то здесь показано что они были вежливы да но они не имели той настоящей цели видение которой может открыть только бог снять нас слепоту и показать стоп стоп смотри вон цель ты упускаешь ее иди туда и ты спасешься ты продолжишь в вечности знаете я вспоминаю сейчас фильм буквально горы вспомнил замечательную такую веселую трилогию американскую которая называется назад в будущее там вот такая машина которая разгонялась по рельсам и там что-то происходило на атомном уровне и она вылетала в другое время но если не успеть произвести определенные манипуляции она ударялась в стену в барьер и так далее не успевала как говорится из одного времени перейти в другое вот эта жизнь наша это как движение этой машины если ты нашел бога ты перейдешь в вечность если не нашел да ты тоже будешь вечности но в вечности ужаса и всевышний кораблем спавшим тех восемь от потопа этим пиром показывающим что с богом у нас будет триумф радость общение с хозяином конечно имеется ввиду господь с хозяином пира вот эта цель куда нас зовут целеустремление всей твоей жизни господь вот жить так это быть не в грехе быть хорошим человеком примерным работником отличным семьянином отцом своих детей но не находить бога это жить в грехе первородный грех в таком самым обычном своем понятии это жить без цели найти бога это все таки направить всю свою жизнь на что угодно но только не на то чтобы найти всевышнего мы рождены так что по умолчанию в нас этого нет искать бога мы рождены грешниками то есть мы рождены так что если нас извне не надо умить мы будем катиться мимо цели просто потому что не знаем о ее существовании и конечно же не будем ее достигать ведь бога нужно искать нельзя просто катясь куда-нибудь случайно прикатиться к богу извне должен поступить какой-то сигнал в писании написано как услышать без проповедующего да как поверить если не услышите и как услышать без проповедующего вот такой вот он скрытый мягкий ласковый убийца этот первородный грех это вовсе не какой-то такой знаете отвратительный грех который считают грехом наверное все народы земли это это не украсть это не оскорбить это не убить кого-то это просто жить иногда даже обычной нормальной жизнью но не искать бога и таким образом не попасть в цель ради как ради достижения которой собственно и сотворена твоя моя жизнь до по поводу вот этого вот уточнения на тему того что вы уда изме существует несколько иная трактовка знаете я и и здесь добавлю скажу что конечно иуда из много пишет о грехе поэтому может быть вы увидели отличное в иудаизме от того что читали в христианских источниках лишь потому что прочитали не все а что-то что-то отдельное другое но кроме всего прочего здесь можно сказать следующее в целом в иудаизме призывают разобраться в том что есть комплект заповедей утверждается что их 613 и стараться жить так чтобы как бы вводить их в свой быт вводить свою жизнь вводить в расписание жизни чтобы как бы постепенно становиться все более и более исполняющим эти заповеди здесь можно сказать и да и нет да потому что да надо стараться изучать писание разбираться в том что бог велит делать нам и стараться это дело с другой стороны я хочу сказать что ни в коем случае нельзя полагать дело своего спасения лишь к исполнению заповедей нельзя спасти самого себя не получится исполнением заповеди проложить себе дорогу в вечность да и само по себе исполнять заповеди можно лишь уповая на бога прилепляясь к нему прося у него силы жить правильно потому что то в нас что катит нас мимо божьих целей она не позволяет нам жить правильно жить в заповеди и однажды однажды ученики выслушав объяснение и шо на тему того как праведно жить они сказали кто это может вообще он говорит это вообще никому невозможно и наверное среди них раздался вздох разочарования но потом он добавил что но богу возможно все мы можем быть угодны всевышнему и можем идти дорогой ведущей к цели то есть дорогой исполнение заповеди дорогой упования на бога дорогой знаете любви к нему дорогой служения миру где мы доносим любовь всевышнего другим желающим это любви все это возможно лишь когда ты всецело надеешься на бога вот это умение надеяться на бога умение уповать на бога умение принимать от бога это большое умение и верующие в этом возрастает всю жизнь не на себя но на бога не для того чтобы знаете доказать ему вот я заповеди исполнил ты должен открыть медверь и пропустить меня к себе нет само по себе такое отношение показывает в общем-то серьезное несоответствие несовершенство характера характера с которым невозможно пребывать рядом со всевышним и вечности но учиться уповать на бога учиться смиряться перед ним учиться надеяться не его учиться не гордиться достигнутым достигнутыми успехами и при этом при всем стараться исполнять то что он велит нам вот это вот идти четко к цели то есть жить не в грехе если при этом мы еще что-то по инерции по инерции оставшиеся у нас от пребывания в мире грешников мы еще что-то делаем неправильно иногда что-то скажем не то поступим не так где-то не сдержимся и кто-то может ходилов смотри грешат как и грешили если при этом вот такие казусы иногда с нами случается но в целом мы движемся к цели мы не грешники мы не совершаем промах мы уже движемся к цели а вот эти все наросты они постепенно отвалятся от нас но если мы ведем себя примерно классно и хорошо но жизнь не посвятили богу не ищем его мы живем в ужасном конкретном грехе мы промахиваемся мы движемся не туда мы не достигнем единства с ним не проникнем в вечность мы не сольемся с тем кто и есть жизнь и любовь спасибо что вы слушали были с нами до конца шалом присылайте вопросы будь им очень рады стараться отвечать стараться вести диалог и хоть в чем-то быть полезными вам дорогие друзья если наш портал и еще . орг является благословением для вас вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения наши реквизиты находятся на странице помощь сайту мы благодарим вас за поддержку и пусть всевышний благословит вас